Президент России Владимир Путин рассказал детали принятия в ноябре 2020 года заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Подробности глава государства озвучил в интервью программе «Москва-Крымль-Путин» на телеканале «Россия-1». По словам президента, все решения принимались на трехсторонней встрече с участием лидеров Азербайджана и Армении, при этом текст соглашения заранее не был подготовлен. Глава государства также указал на необходимость принятия решения в данной ситуации. «Это был сложный энергозатратный процесс со всех сторон. По сути, мне пришлось взять на себя роль посредника. Сложилась такая ситуация, что Армения подошла к такой черте, когда нужно было принимать решение», – отметил в своем интервью Путин, добавив, что в сложившихся условиях борьба шла с обеих сторон за каждую фразу, за каждый пункт, можно сказать, за каждую запятую. По словам президента России, конфликт мог завершиться раньше, стороны были близки к важному компромиссу. Мне Пемьер тогда сказал, что «нет, мы не можем на это пойти, мы будем бороться, будем воевать». Поэтому обвинение в его адрес о каком-то предательстве не имеет под собой никаких оснований. «Другое дело, правильно это было, неправильно – это другой вопрос. Но здесь и речи быть не может, ни о каком предательстве», – подчеркнул Владимир Путин. «Мы с вами находились в постоянном контакте, вместе искали компромиссы». «Вот если вернуться в ту ночь, вот в какой момент все-таки, когда и как документ стал таким, каким мы его все увидели?» «Вы знаете, это был такой сложный, я бы сказал, энергозатратный процесс, я думаю, что со всех сторон. И происходило это в результате трехсторонних консультаций. По сути, мне пришлось взять на себя роль посредника, когда разговаривал с одним и со вторым лидером, выслушивал их требования, претензии к тексту, вносил какие-то изменения, связывался с другой стороной, выслушивал их пожелания и требования, потом консультировался с первой по поводу приемлемости этих положений для других партнеров. Ну вот так это была фактически такая равноправная, равноценная трехсторонняя работа». «Но это произошло вот именно все в этот день или ранее уже какие-то наметки?» «Именно в этот день. Просто сложилась такая ситуация в зоне боевых действий, когда прямо, скажем, Армения подошла к такой черте, когда нужно было принимать решение. Но надо отдать должное, и в этих условиях, конечно, все-таки борьба шла с обеих сторон за каждую фразу, за каждый пункт, можно сказать, за каждую запятую». Путин в том интервью рассказал, что конфликт мог завершиться раньше, стороны были близки к важному компромиссу. «Мне премьер тогда сказал, нет, мы не можем на это пойти, мы будем бороться, будем воевать. Поэтому обвинение в его адрес о каком-то предательстве не имеет под собой никаких оснований. Другое дело, правильно это было, неправильно – это другой вопрос. Но здесь не может быть ни каком-то предательстве». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Продолжение следует...